Всем привет! Меня зовут Ольга. Я очень рада вас приветствовать на своем канале. Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Сегодня покажу свой заказ, последние свои заказы косметики Фаберлик. Здесь будет и декоративка, и уход, и белье. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Заказ он сборный, это не конкретный каталог, это последние 2 или 3 каталога. Продуктов будет не очень много, потому что у меня много всего этим надо пользоваться, поэтому я не заказывала. Много заказывала на подарки перед Новым годом, но это, конечно же, я все раздарила. А теперь то, что я заказывала себе. Начнем с ухода. Не помню, по распродажам, либо по купонам, либо еще по каким-то акциям, но там всегда в Фаберлик что-то присутствует, и всегда есть какие-то скидки на какие-то продукты. И я себе взяла, решила попробовать для очищения, для умывания, точнее для очищения и снятия макияжа, вот такое вот молочко для снятия макияжа из серии Airstream, кислородное питание. Вот так это выглядит, абсолютный комфорт. Вот где-то вот сколько я вот так вот им попользовалась, вот у меня столько его нет. Сейчас пользуюсь практически каждый день. В принципе, мне понравилось. То есть, я очищаю глаза от макияжа после умывания. Не до, а после. Вот мне так больше нравится. Сначала я умываю лицо, а потом уже убираю вот этот вот размазавшийся макияж с глаз. Остатки, так сказать, размазанного макияжа. На ватный диск вы наносите небольшое количество, прикладываете и протираете. Понравилось то, что при попадании, если попадет в глаза, есть небольшое неприятное ощущение, ну вот в принципе, как если бы у вас крем попал в глаза, но никаких там жжений, щипаний или еще чего-то, ничего этого не присутствует. Просто промываете глаз и все у вас хорошо. После этого я еще не привыкла к ощущению какого-то продукта после очищения умывания. Поэтому я все-таки потом еще умываю глаза, смываю эту штуку. Хотя я думаю, что ее можно не смывать. Попробую не смывать. Достаточно нежный, приятный аромат. Я ничего не пробовала из серии Airstream, еще вот из обновленной. Поэтому не знаю, такой, не такой же аромат. Аромат легкий, приятный, в принципе, не раздражает. Со своей задачей справляется, в принципе, очень хорошо. Справляется лучше, чем мицеллярные воды, на мой взгляд. Сейчас еще у Faberlic появляется новинка. Это двухфазное средство для снятия макияжа с глаз. Вот еще пока не решила, буду я его пробовать, не буду. В принципе, стоит оно там 150 миллилитров, порядка там 200 рублей. Можно будет попробовать. Но как-то из всех продуктов, которые для снятия макияжа с глаз у Faberlic, мне пока что не нравится ни один, вот кроме вот этого. И тоже из серии Airstream я взяла для умывания. Это мусс для умывания. Мягкое очищение. Он еще у меня закрыт. Я его еще не пробовала. Закрыты они все вот там вот пленкой внутри. Поэтому может стоять долго. Вот сейчас у меня есть чем умываться. Им я буду умываться чуть позже. Наверное, буду в качестве вечернего умывания попробую снимать им косметику. Если не понравится, уберу его на утро. Пока ничего не могу сказать. Он должен мотировать, убирать жирный блеск, успокаивать мелкие очаги воспаления, не стягивать и не пересушивать. Надеюсь, что будет именно так. Из новинок, ну по крайней мере для меня, из новинок из серии ванильное лакомство. Я взяла гель для душа и бальзам для губ. Они шли что-то по акции. Там надо было купить два продукта. В целом, запах очень приятный. Запах именно такой ванильный, ванильного какого-то пирожного. Мне он понравился. И вообще вот из этой серии, бьюти кафе, мне запахи нравятся намного больше. Чего только черная смородина и земляника, чего только стоит. Очень их люблю. И вот это мне понравилось. Аромат буду с удовольствием им пользоваться. Тем более, это крем-гель. Я думаю, будет для кожи очень хорошо. И бальзамчик для губ. Здесь у нас 10 мл. У него вот такой носик. Ну, кто брал, тот знает. И белый, просто прозрачный бальзам. Тоже с таким же ароматом ванильки. Достаточно вкусненький. Неплохо справляется со своей задачей. Наношу его. Просто он у меня лежит на полочке, где помады стоят. И я, когда есть желание, его наношу на губы. И сверху еще могу потом нанести помаду после того, как он впитается. В принципе, неплохо. Еще для себя любимой, тоже по акции, не помню какой. Я взяла 2 триролл-геля от отеков и темных кругов. Вот так вот они выглядят. Беру всегда их, когда они есть по каким-то акциям и распродажам. Потому что это один из моих любимейших продуктов от Фаберлик. Потому что он содержит в себе вот такую вещь. Вот так вот. Вот такие 3 шарика. И утром, когда у вас глаза еле открываются, когда у вас такой опухший вид, это просто такое наслаждение. Вот так вот стоять и водить туда-обратно этими шариками. Делать себе легкий массаж. Мне очень нравится. Не знаю, как насчет темных кругов под глазами. Но отеки он, конечно, снимает за счет вот этих шариков. Особенно, если вы подержите его в холодильнике. Но я в холодильнике не держу. Знаю, что кто-то держит. Мне и так нравится. Они и так прохладные к утру становятся. Очень люблю это средство. Покупаю. Сейчас им пользуюсь. Две еще в запасе. И если будут еще какие-то скидки, акции, подарки, обязательно возьму. Потому что 10 мл заканчивается оно, может быть, за 2-3 месяца. И все. И немножко декоративной косметики. Взяла я себе пудру. Увлажняющая пудра для лица. Волшебная вуаль. У меня в оттенке 60-90. Брала тоже по распродаже. И она у меня какая-то самая темная, по-моему. Вот такая вот. Темный цвет. Конечно же, он мне темный. Это понятно. Это видно. Но я ей пользуюсь. Такие темные пудры я беру не для того, чтобы использовать на все лицо. А чтобы делать контурирование. Чтобы затемнять в качестве контура и бронзера. Мне это нравится больше. Мне кажется, что выглядит это более естественно, чем какие-то коричнево-кирпичные бронзеры. Или скульпторы, или еще кто-то. Я что-то не могу подобрать себе идеальный оттенок. Ни в одной. Сколько я пробовала, не получалось. А вот эти штуки работают достаточно хорошо. Мне нравится больше использовать темные пудры. У меня заканчивается одна. Вот эту я взяла про запас, когда та закончится. И пользуюсь каждый день. В принципе, мне нравится. И последний продукт из декоративной косметики, который я вам сегодня покажу. Это я взяла себе два вот таких блеска. Блески. Но это, мне кажется, жидкие помады для губ. Которые все-все нахваливали, хвалили. Все ими были довольны. Я себя иногда чувствую какой-то белой вороной. Либо какой-то не такой. Потому что неоднократно бывало так, что все там нахваливают какой-то продукт. Ну вот в частности у Фаберлик, например, были помады, стойкие помады. Которые хвалили все. Я не слышала ни одного негативного отзыва, кроме себя. Мне она не понравилась вообще никак. Ни цвет, ни консистенция, ни то, как она лежит на губах. Ни то, во что превращается потом. Хотя хвалили все вокруг и около эти помады. То же самое произошло вот с этими помадами. Вот с этими блесками, помадами. Не знаю, как сказать. Да, они очень оригинальные. Тоненькие. Возможно, удобно там в задний карман джинс их положить. Но я не ношу помаду в заднем кармане джинс. Зачем мне это? Вот. По цвету, в принципе, такие тоже яркие. Сочные. Хотя я думала, что они будут более прозрачные. Более жидкие. Не жидкие, а не такие яркие, не такие насыщенные. Казалось мне, что на моделях в каталоге они выглядят немножко не такими яркими и насыщенными. У меня два оттенка. Один глянцевый, другой с перламутром. 54-36, не помню название. И 54-41, вот этот 41, вот этот 36. И вот так вот они выглядят. Немножко как будто бы разные. Вот этот вот, вот этот. Это 36. Виноград, по-моему. Не помню. Виноград был точно. И 41. Вот этот вот 41. Вот этот с перламутром. В принципе, цвет красивый. Выглядит неплохо. Красивенько. Но почему-то при нанесении на губы, либо у меня руки не из того места растут. Ну, не знаю, правда. Он наносится у меня неравномерно. Они полосят, и мне очень сложно прорисовать контур губ. Либо вылазит, либо не докрашивает. Я не знаю, почему, наверное, что-то со мной не так. Потому что не может же быть, что все хвалят, а мне вот не нравится. Но вот эти две помады мне не понравились. Либо я отвыкла пользоваться блесками в принципе. Потому что чаще всего и больше всего пользуюсь помадами губными, которыми удобно накрасил и пошел. А с этими надо повозиться. В общем, не пользуюсь. Отдам кому-нибудь, потому что, ну, зачем пропадать продукту. Может, всем остальным он очень-очень понравится. Может, это только я такая. Но как-то больше мне не хочется пробовать никакие новые блески, никакие новые жидкие помады. Только вот обычные помады. Я думаю, что все-таки дело во мне. Но на 99%. Все это были все мои покупки косметики Фаберлик за последние... Вру! Че это все? Я же вам еще не показала белье. Заказала я для себя еще в декабре месяце несколько комплектов белья. Что мне нравится у Фаберлик? Во-первых, это само белье. Качество белья. Оно прекрасно. Оно превосходное. Выше всяких похвал. Правда. Об этом тоже уже все говорят. С этим я полностью согласна. И что самое главное и основное, я считаю, большим плюсом, это то, что вы можете, заказав, взять, померить. И если вам не понравилось, не подошло по размеру, по форме, по еще каким-то там параметрам, вы можете это вернуть в том же вот, в той же целости и сохранности, там со всеми этикетками, в пакетике. Если все аккуратненько померите, вы это можете вернуть. И вам возвратят, конечно же, деньги на ваш счет. Либо без оплаты, если вы договариваетесь там на АП, либо без оплаты, берете, меряете и все, что не надо, возвращаете. Я таким образом уже много комплектов померила. Все, что мне не подошло, я вернула. Все, что мне понравилось, и я оставила себе. В частности, я заказала и оставила себе комплект Ольга, вот в таком цвете. Цвет, конечно, я не скажу, что какой-то мне он очень понравился, но то, но форма, особенно бюстгальтера, форма того, как грудь в этом бюстгальтере смотрится. Кстати, все, кто ждет, демонстрировать на себе не буду, поэтому расскажу только впечатление. Очень понравилась вот эта модель, очень красиво смотрится. У меня грудь небольшая, у меня размер 75B. Грудь небольшая и всегда есть проблема, чтобы ее как-нибудь зрительно увеличить, округлить, приподнять и показать. Вот, этот справляется идеально. Этот справляется идеально, никаких ниток, швы все отличные, все застежки отличные. Никаких претензий, как всегда, прекрасное белье. Все, мне показывают, что батарея у меня совсем уже разрядилась. Сейчас все выключится. Надеюсь, я успею с вами попрощаться. Всем пока, всех люблю, всех целую. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Все ссылки, конечно же, я артикль оставлю внизу на продукты. Все, пока!